Театральный фестиваль подобного масштаба «Ясная поляна» будет встречать впервые. Актёры ведущих театров страны здесь, в родовом поместье Льва Толстого, представят нацу зрителей современные интерпретации текстов великого русского классика. Сцены под театральной площадки разместят здесь же. Одна из них, главное, появится недалеко от дома музея Толстых. Главную и малую сцены начнут возводить уже в понедельник. На подготовку осталось меньше недели. Фестиваль стартует 9 сентября, в день рождения Льва Толстого, и продлится три дня. По задумке организаторов, в музее-усадьбе сделают три основных зоны – в парке Клины, рядом с домом Волконских и возле садового домика. Там разместят площадку так называемого астори-теллинга. Она будет ориентирована на юного зрителя. Актёры прочитают ребятам детские рассказы Толстого. А стартует праздник на главной сцене постановка МХТ имени Чехова «Крейцерова соната». Главную роль исполнит актёр Михаил Пореченков. Я не видела «Крейцерову сонату» МХТ имени Чехова. Мне очень интересно посмотреть их видение этой сложной пьесы. В Театре Маяковского я видела спектакль «Русский роман» с Евгением Симоновой. Мы видели всей семьёй, нам очень понравилось. Поэтому я думаю, что тульскому зрителю будет интересно поговорить об этой пьесе и услышать какие-то оттуда сцены и монологи. Это будет очень яркое событие. Фестиваль «Толстой уикенд» организует в Ясной Поляне по инициативе Алексея Дюмина. Коллектив музея давно вынашивал идею проведения подобного театрального праздника. Руководитель региона её поддержал. Мы рассчитываем, что этот фестиваль станет ежегодным, что этот фестиваль будет дополнительным импульсом развития не только туризма, но и культуры в целом регионе. Фестиваль стал своеобразным продолжением другого мероприятия, которое проходил в Ясной Поляне последние семь лет. Это сад гениев. Но по представительству театральных труп он не был таким масштабным. Тем не менее, ежегодно на постановки мастер-класса приходили тысячи человек. На спектакле проекта «Толстой уикенд» уже продано почти две с половиной тысячи билетов. Кстати, почти треть пригласительных многодетным семьям и победителям школьных олимпиад по литературе раздадут бесплатно. Помимо постановок, гостей фестиваля ждут творческие встречи с известными писателями и литературоведами. В Доме культуры Ясной Поляне в 12.00 «Сценическая жизнь героев Льва Толстого». У нас очень интересный состав. К нам приезжает туда Дэйв Мэллоуи, это автор либретто и музыки, к новой бродвейской постановке «Наташа Пьер и Большая комета» 2012 года. Там будет театральный критик Ольга Федянина. Будет Алексей Франдетти, актер и режиссер, лауреат премии «Золотая маска». Для продвижения проекта в Туле развернули целую кампанию. О театральном фестивале рассказывают с афишей рекламных щитов. Им уже заинтересовались жители соседних областей – Московской, Калужской, Орловской. Тульское правительство позаботилось и о транспортной доступности. В дни фестиваля до Ясной Поляны пустят бесплатные шаттлы. Наша остановка общественного транспорта 1417 в 100 метрах от вот этой парковки «Электросталь». То есть люди выходят с нашего общественного транспорта, волонтеры, указатели, они без проблем доходят до шаттлов и садятся бесплатно, доезжая до двери Ясной Поляны. Сейчас все билеты на фестиваль почти распроданы. Но в Ясной Поляне говорят, если ценители театрального искусства поторопятся, еще успеет приобрести билеты на спектакль «Смерть Ивана Ильича». Он пройдет в последний день фестиваля. Надежда Милехина, Андрей Сенчугов, Первый Тульский.